По прогнозам медиков и властей, массовые мероприятия вернутся в нашу жизнь нескоро из-за высокой вероятности распространения вируса в толпе. Эта компания из Лос-Анджелеса разрабатывает технологию, которая позволит защитить от заражения всех любителей музыкальных фестивалей. В Production Club, компании, которая продюсирует крупные мероприятия, убеждены, что виртуальные фестивали – это краткосрочное решение на время эпидемии, которое не сможет заменить драйв и удовольствие отличного присутствия на том же музыкальном концерте. И чтобы обезопасить любителей тусовок, компания разработала MicroShell. По сути, это мягкий шлем, оснащенный отверстием для забора воздуха и системой его фильтрации на вдохе и выдохе. COVID-19 нередко протекает бессимптомно. Ты можешь и не знать, что являешься носителем. Поэтому в нашем шлеме мы стремимся создать максимальное количество барьеров, предотвращающих распространение вируса. MicroShell защитит не только тебя самого, но и окружающих, поскольку воздух на выходе также фильтруется. Шлем оснащен небольшой емкостью для напитков, которая по мере необходимости может пополняться барменом бесконтактным способом. Кроме того, в MicroShell встроены динамики, позволяющие самостоятельно контролировать громкость звука на концерте. Изобретатели убеждены, что такая фишка позволит избежать акустической травмы, от которой нередко страдают любители громкой музыки. Более того, по словам Рисуэнио, на концерте, где все носят подобный шлем, отпадает необходимость в огромных колонках. Звук может транслироваться непосредственно в шлемы посетителей. Все же коммуникации между людьми осуществляются через Bluetooth. Как и в соцсетях, мы можем ограничить круг общения. Например, я хочу общаться только с друзьями и друзьями друзей. Поскольку система коммуникации цифровая, я смогу решить, с кем я хочу разговаривать. В настоящее время проект находится на стадии создания прототипа, после чего планируется, что он будет запущен в массовое производство. Компания обещает, что MicroShell будет стоить дешевле, чем iPhone, но планирует продавать его не частным лицам, а организаторам мероприятий, которые напрямую заинтересованы в том, чтобы по максимуму заполнять стадионы и в том, чтобы делать это безопасности распространения вируса. Вполне возможно, что первые такие шлемы мы увидим на Куачелле этой осенью, которая пока еще не отменена. Евгения Дюло специально для программы «Детали» из Лос-Анджелеса.